Всем привет! Фильм «Круиз по джунглям», который многие называли никак иначе, чем альтернативу пиратам Карибского моря, не стал успешным в прокате, но понравился зрителям, так что даже несмотря на убытки, Дисней дал зеленый свет продолжению данной франшизы. Что же касается ее главного капитана в исполнении Дуайна Джонсона, которого только ленивый не сравнивал с воробьем Джонни Деппа, то оказалось, что это не казалось, а дом мыши настроен более чем серьезно. Поэтому прямо сейчас все мировые издания пестрят заголовками о том, что Скала получит свой собственный пиратский спин-офф, разумеется, с целью окончательного вытеснения Джека Воробья. Где тут правда, а где нет? Чего такой ход может стоить Диснею? Появится ли Джонсон уже в шестых пиратах Карибского моря? И действительно ли он сможет заменить персонажа легендарного Джека? Давайте попробуем разобраться. Итак, сперва в двух словах нужно все-таки поговорить о фильме Круиз по джунглям. Все же его прокат уже закончился, так что можно подводить определенные итоги. Понятно, что Круиз был ничем иным, как судорожной попыткой создать альтернативу пиратской саге, переживающей прямо сейчас явно не лучшие свои времена. Ведь данный фильм от компании Walt Disney также был основан на одноименном аттракционе их развлекательных парков, что уже само по себе сразу же дало повод говорить о сходстве проекта с пиратами Карибского моря, потому что та франшиза стала первым удачным примером такого вот взаимодействия с Диснейлендом. Что же касается Круиза по джунглям, то данный проект, конечно, был более чем амбициозным. Взять хотя бы тот факт, что играть главные роли фильм позвали звезд первого дивизиона, Эмили Блант и самого высокооплачиваемого актера в мире Дуэйна Джонсона. Естественно, что роль последнего заключалась в том, чтобы стать чем-то вроде нового Джека Воробья, то есть, пользуясь своей колоссальной популярностью и харизмой, слепить такого же культового персонажа, как это сделал Джонни два десятка лет назад. Ну а в производство новинки Дисней вбухал очень даже кругленькую сумму в примерно 200 миллионов долларов. Добавьте сюда еще около 150 лямов на маркетинг и продвижение, и в итоге получится цифра в, грубо говоря, 350 миллионов зеленых. Чтобы только лишь окупить такие громадные затраты, круиз по джунглям должен был собрать под полмиллиарда в кинотеатрах, что, видимо, по мнению больших боссов, особенно оглядываясь на опыт пиратов Карибского моря, казалось вполне реальным. Что же мы получили по факту? А по факту получилось, что в кинотеатрах по всему миру, круиз по джунглям заработал чуть более 200 миллионов долларов, то есть сумму, равную только лишь его производственному бюджету. Да и то, вся она именно до Диснея не дойдет, ведь часть заберут себе сами кинотеатры. Да, сюда еще нужно приплюсовать сборы на Дисней+, которые не разглашаются, но при этом все равно ясно, как 2 плюс 2, что круиз по джунглям стал для Диснея убыточным, и убыточным очень серьезно. Поэтому многие так удивлялись, когда узнали, что компания уже официально продлила проект на вторую часть. Почему так произошло? Как мне кажется, здесь есть всего 2 варианта. Либо боссы Мышиного дома так свято верят в то, что данная франшиза еще сможет окупиться и заработать, либо же второй вариант, им просто пофигу на все расходы и потери миллионов. Главное сделать так, чтобы наконец-то затмить и пиратов Карибского моря, и ненавистного им капитана Джека Воробья. И знаете, честно говоря, мне лично кажется, что в данный момент как раз-таки главный фактор, это именно вариант номер 2. И здесь мы наконец переходим к самому интересному. А именно новости о том, что главная звезда круиза по джунглям, которого явно метили как некий аналог персонажа Джонни Деппа, теперь оказывается, скорее всего, станет и главной звездой нового пиратского спин-оффа от Дисней. Ну, вы же знаете, что помимо шестой части «Пиратов Карибского моря», которая все никак не пойдет в производство, и вокруг которой очень много вопросов и проблем, Дисней также решил создавать и отдельные спин-офф проекты. Так скажем, Марго Робби станет главной актрисой первого из них, который уже официально объявлен, правда, пока что и без названия. А вот теперь получается, что скалу метят на вторую главную звезду уже следующего спин-оффа. По крайней мере, об этом сейчас активно пишет огромное количество мировых ресурсов. И если это в самом деле так, то получается, что Дисней не успокоился на круизе. И сделав ставку на Джонсона, являющегося сейчас самым богатым и одним из самых популярных мировых актеров, сделав на него ставку, как на некую замену воробья и не получив должного эффекта, когда ставка, увы, не сыграла в круизе по джунглям, Дисней не нашел ничего лучшего, как пойти в лоб и сказать, хорошо, не захотели смотреть на скалу, как на условно-альтернативного воробью капитана, тогда мы сделаем все еще очевиднее и дадим ему роль пиратского капитана в спин-оффе «Пиратов Карибского моря». Ну, так, чтобы уже у всех все вопросы отпали. То есть, по факту выходит, что Дисней решил продвигать именно Джонсона, как новую альтернативу Деппу, и теперь компания никак не может угомониться. Хорошо это или плохо, и как вообще скала может вписаться в пиратскую сагу? Ну, тут как бы нет однозначного ответа, ведь, с одной стороны, Дуэйн это явно не худший вариант для отдельного пиратского спин-оффа. Согласитесь, он популярный, харизматичный по-своему актер, со своей химией, со зрителями, да и учитывая новые тенденции из всего, что мог в теории придумать Дисней, вариант скалы можно расценивать еще как большую удачу. Тем более, что сам актер как-то признавался, что на заре своей карьеры увидел трейлер «Пиратов Карибского моря» и просто влюбился в это кино, мечтая, что когда-то ему тоже придется воплотить нечто похожее на экране. Так что мотивация самого скалы тут на уровне, без вопросов. Правда, с другой стороны, что касается именно поведения Диснея, их позиция уже начинает становиться похожей на некую одержимость. Почему? Ну потому, что сперва компания старается всеми силами слепить из Дуэйна некую альтернативу капитану Воробью в другой параллельной франшизе, которая, правда, по целому ряду признаков, очень и очень напоминает саму пиратскую сагу. А потом, буквально через пару месяцев после премьеры, когда оказывается, что данный ход не очень-то сработал во всех смыслах, мы узнаем, что представители мыши только усилили свой напор. И давая Джонсону вторую возможность в качестве капитана Фрэнка, несмотря на полученные колоссальные убытки, и затаскивая актера за руки и за ноги уже в спин-офф пиратов, то есть делая его капитаном-альтернативным Воробью уже во все той же вселенной. Скажите, что это еще не навязчивая идея, когда в компании решили, что именно данный чувак заменит, наконец-то, Джонни, и теперь просто с каким-то лютым остервенением старается этого добиться любыми способами. Кстати, еще из интересного, некоторые самые свежие дополнения к данной новости, которые появились буквально вчера, не знаю, стоит ли им верить или пока нет, но все равно озвучу. Так вот, инсайдеры пишут, что продвигая персонажа Дуэна Джонсона, есть шанс, что Дисней поместит его уже в спин-офф с Марго Робби, не на главных, конечно, ролях, но скорее для внедрения в данную франшизу. И даже более того, может быть, что в неком Камео Скала появится даже в шестой части Пиратов Карибского моря. В конце концов, там, как мы понимаем, все очень сложно, сценаристы менялись, сам сценарий не дописан, и творится полная путаница, а значит, прописать некое, скажем, Камео для Скалы – это плевое дело. Таким образом, если все срастется, получается, что Дуэн, возможно, станет новой главной звездой обновленной пиратской саги. И опять-таки, если говорить именно о данной кандидатуре, то, конечно, как по мне, Скала далеко не худший вариант, как говорится и на том спасибо. Но при этом вот так топорно смещать на него все акценты с персонажа Джека Воробья, не уверен, что это прям правильная стратегия. А вообще, еще одно дополнение, которое пришло от Screen Rant, говорит о том, что в Дисней теперь якобы осознали свою ошибку, возьмем это слово в кавычки, когда в Пиратах Карибского моря один персонаж, естественно, Воробей, перетянул на себя слишком много внимания, и, по сути, замкнул всю историю на себе. Когда его харизмой и обаянием стали латать сюжетные дыры и другие недочеты, так вот, якобы в будущем Дисней собирается не повторять данную ошибку и не делать кого-то одного прям суперзвездой, стараясь при этом более равномерно распределять акценты. Как, правда, это вяжется с тем, что они хотят запихнуть Джонсона уже во вторую франшизу, обе из которых явно зеркально отражают друг друга, непонятно. И все же есть как есть. Кстати, примечательный факт, что сам Джонни Депп, выступая недавно на фестивале в Сан-Себастьяне, сказал, что Джек Воробей, или точнее капитан Джек Воробей, навсегда останется с ним. Что никто не сможет отобрать у актера данного персонажа, и что он, то есть Джек, всегда живет у него внутри. Теплые слова, особенно с учетом того, что вероятнее всего, как это не печально, глядя на то, что Дом Мыши делает прямо сейчас, только это скоро легендарному Воробью и останется. И вряд ли мы хоть когда-то еще увидим его на экранах. А вместо Джонни теперь блистать в следующих пиратских фильмах будет Дуэйн Джонсон. Ну или как блистать, по мнению Диснея, а там, как все окажется на самом деле, еще далеко не факт. Ведь возвращаясь к фильму «Круиз по джунглям», в нем явно Дом Мыши надеялся дать триумфальный старт для новой а-ля пиратской франшизы. Но этого не получилось. Более того, потери составили сотни миллионов долларов. Так что сейчас, глядя на то, как Дисней прям болезненно спешит вылепить из Дуэйна Джонсона замену Джеку Воробью, у меня лично создается впечатление, кстати, напишите в комментариях под видео, прав я или нет, Так вот, у меня создается такое впечатление, что подобного рода действия могут вызвать не что иное, как противодействие у поклонников пиратской саги. Ну потому что при всех заслугах Джонсона, когда ты видишь его в роли и одного капитана, и потом второго, и все это очень навязчиво, волей-неволей возникает вопрос, а какого хрена, что и зачем нам тут пытаются так усиленно навязать. Что же касается каких-либо осязаемых планов, то как видно, пока что это все, ну помимо второй части круиза по джунглям, которая уже официально объявлена, все остальное, что касается пиратов Карибского моря, это на данное время не более чем планы. Так что в ближайший год-два в жизнь они еще точно не воплотятся, но вполне возможно, что в скором времени мы получим и некое официальное подтверждение, как это было после слухов о спин-оффе с Марго Робби, когда инсайды подтвердились на все 100. В общем, поживем-увидим, если вы не хотите ничего самого интересного пропустить, прямо сейчас пришло время подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, а также пишите, как вам такая затея, ставьте пальцы вверх и делитесь этим выпуском. Спасибо всем за просмотр и всем пока!